всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня получился такой небольшой влог на самом деле я думала что он будет длиннее но какой получился при монтаже в общем начинаю я свой день с покраски балкона и террасы ну как сказать покраска здесь такое это не краска это какая-то масляная пропитка для дерева девочки я не знаю что это вот муж купил дал сказал что можешь красить и крашу я такой специальной какой-то штукой не знаю как она называется в общем так вот она распыляет и пропитывает в общем дерево чтобы она не портилась вот здесь сыночек работает я снимаю показываю как это примерно происходит то есть вот таким вот образом мы будем красить балкон на втором этаже кстати на этом балконе мы очень редко находимся в основном там сидит мой муж вот ну да я чаще всего обитаю на террасе вот здесь вот я как раз крашу террасу извиняюсь за мой вид но я показываю как есть вот и будем немножечко ну так скажем благоустраивать террасу видите уже предыдущие пропитка тоже была на этих досках она уже вся не знаю выгорела облупилась я не за что с ней произошло в общем мы теперь как красим видите такая штука помпа конечно намного быстрее удобнее чем все это дело кисточкой кисточкой я бы сошла с ума честно говоря вот так быстренько прошлись в общем потом покажу какое преображение скажем так наши террасе террасы у нас будет вот так что с утра решила прям так активно поработать но последнее время я на самом деле постоянно что-то делаю что-то переделаю переделываю после отдыха конечно у меня сил очень много и хочется прям я не знаю перекопать весь огород короче как то так вот в общем красим дети мои мне помогают муж на работе а мы в общем все покрасили за утром так что супер вот так вот у нас получается правда краска должна была быть не красноватая а такая коричневая ну ладно какая уж получилась такая есть мои петуни здесь и вот такая вот у нас красивая терраса получается девчонки конечно же мои мне помогают я их отгоняю постоянно с террасы потому что не пытаются на нее на свежую покрашенную лечь в общем вот такая вот у нас получилась красота достаточно быстро сохнет ну и пока все это дело сохнет я решила приготовить блинчики блинчики у нас это будет на обед с детьми у меня кстати оставалось немного ряженки вы так делаете ли не но я постоянно использую какую-то молочку для блинов тесто я делаю абсолютно обычная то есть молоко вот в данном случае у меня еще добавила немножко ряженки которую я не стала допивать мука яйцо соль сахара и я добавляю в тесто примерно столовую ложку растительного масла тогда блинчики вот лучше жарится но каждый блин маслом я не смазываю сливочным я имею ввиду после обжарки да ну мы вот любим именно так в общем обжариваю с двух сторон и получаются у меня такие блинчики не газированную воду не соду не разрыхлитель ничего я сюда уже не добавляю в общем будем обедать блинчиками сегодня блинчики у нас будут со сметаной кстати сметану мы едим тоже не просто обычную сметану а я добавляю туда немножко сахара перемешиваю получается такой сладковатый крем кто-то в сметану добавляет там джем или варенье или что-то такое но мы так не любим поэтому делаем вот так вот такой консистенции я делаю тесто на блины вот у меня кто-то просто спрашивал про блинчики и стараюсь так чтобы они были достаточно тоненькими то есть я их так прям раскатываю по сковородке извиняюсь за свою сковородку она моя любимая но уже конечно требует замены я буду пить кофе дети у меня часть лимончиком столько блинчиков у нас получилось останется еще муж мы потом придет тоже поезд вот и вот такая вот сметана 15 процентная у меня вот я добавила сахар хорошенечко так размешала получился такое как вкусный сметанный такой крем мне очень нравится такой вариант даже я люблю со сметаной больше чем со сгущенкой и дети мои кстати тоже и как раз таки правда получать сметана такая достаточно жидкая может быть можно как-то пожирнее брать сметану но ты я вообще кстати люблю 10 процентную сметану не знаю почему вот она мне по вкусу именно по вкусу нравится больше чем 15 процента вот ну и пока также терраса у меня продолжает сохнуть я решила заняться своей малиной она мне уже поспевает во всем я уже даже один раз собрала ее и заморозила тут вот спеют еще ягодки буду снова ее собирать потом и замораживать я малину исключительно замораживаю а зимой достаю делаю или какие-то компоты или просто ягоды бросаю в чай получается такой вкусный очень чай вот я не то чтобы там сильно прям полю эту малину ну привожу ее скажем так в порядок вот где-то она может быть если наклонилась этом поправляю и так далее в общем надо привести порядок хотя трава видите достаточно заросла я сверху мульчую да правильно это сказать травой скошенная она подсыхает и сверху я ее мульчую да ну в общем вы поняли да кладу траву и малине это очень нравится ну конечно же ее ежегодно я подкармливаю вот она сейчас даст мне ягоды я ее снова подкормлю и она у меня как-то ремонтанная называется повторно даст ягодки еще в сентябре вот так что отличная малина не разрастается это кстати сорт называется геракл я уже говорила при нем много раз она не то что не разрастается не не расползается по всему участку и мне это очень нравится ягоды крупные хорошо идут на заморозку то есть вы когда их размораживаете они ну знаете не мнутся то есть такие вот прям отлично можно даже в творог там в каши добавлять ее прямо вот размораживать и добавлять да и получается круглый год малина у вас практически свежая можно так сказать ну конечно мои подруги тут помогают мне как всегда это джусь у меня ловит лягушек пытается по крайней мере вот в общем помощница моей тоже при мне и при деле вот и также для террасы я тут на днях заказывала на вальберес вот такие уличные шторы вот размер 140 на 240 как раз идеально подошли они есть в разных цветах я заказала вот такие бежевые почему именно светлые но они не совсем светлые нижние белые потому что обычно весь текстиль на улице выгорает я не знаю как будут в эксплуатации именно эти шторы но они во первых идут вот такие петелечки на липучке тут я пытаюсь вам показать что очень удобно то есть удобно будет снять их это потом постирать убрать на зиму и так далее вот и ткани такая не просто знаете вот как брезентовая такая уличная она немножко как будто прорезиненная как будто бы даже такая как клееночка что ли но в общем она должна быть влага ветра защитный и не должна выцветать ну в общем посмотрим как будет но сами шторы мне кстати очень понравились идет вот такая как это захват до чтобы их собирать тоже на липучке очень удобно классно сделано в общем будем вешать сейчас на террасу на как раз подсохла и вот такая вот история у нас получилось они конечно мятые но гладить я их уже не стала я подумала отвисятся наверное в общем посмотрим будет тоже как-то красиво так расправить в общем я тут сделала сделали мы тут как могли вот и еще такой где вот карниз проходит туда муж сказал прибьет такую досточку в общем не знаю потом покажу короче что он там сделает чтобы было совсем симпатично но не хватало нам какого-то такого текстиля наверно на этой террасе очень мне нравится как все это дело выглядит ну и вечером мы решили сходить на финский залив бона очень любит у меня ходить ходить на залив она очень любит воду хотя последнее время не плавает особо не купается в общем так она немножко заходит но ходить гулять да очень любит поэтому тут ракушки у нас всякие поэтому мы решили вечерком как раз уже прохладно сходить на наш любимый финский залив вот порадовать бону в особенности потому что она действительно очень любит и здесь всегда прям с удовольствием прямо когда видит что мы идем в сторону финского залива прям прям даже ускоряется хоть обычно она очень медленно ходит но в общем что не сделает чтобы собака была счастлива да кстати боне уже 11 лет в середине июня исполнилось так что она у меня уже такая красавица моя ну и маленькая джуси она конечно же все за боны повторяет всегда вот поэтому тоже хотя она не любит воду обычно обходит лужи все такое но тут решила с ней тоже искупаться ну и на сегодня я уже буду с вами прощаться я надеюсь что вам понравился такой небольшой влог он был для вас полезен и интересен не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую до новых встреч